здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров это вступление к ролику я уже делаю значительно позже чем появляется сам ролик я хотел уже было отказаться от этого ролика и не выкладывать его и удалить и сделать так чтоб о его существовании никто не узнал но потом меня в голову шальная мысль шибанула да какого лешего вдумайтесь обеспеченное мурло с нереальным баблом сидит целыми днями дома и на протяжении полгода занимается тем что пишет про Колярова в чате всякие гадости вы только вдумайтесь у вас куча бабла да вот у него куча бабла он там учредитель трех компаний у него красавица жена они там ребенка ждут у него времени вагон и это мудила из тагила занимается тем что полгода в чате пишет про Котлярова всякую гадость всякую гадость пишет постоянно ну вдумайтесь то есть это это идиот это идиот я не хотел этот ролик выкладывать я вам честно скажу но вот это я подбежал микрофону включил да какого лешего вы вдумайтесь вот у вас куча бабок вы будете про какого-то Котлярова писать полгода сидеть за компьютером но это абсурд я все-таки решил про тебя ролик этот выложить и мне честно говоря уже не принципиально осудят меня люди за этот ролик не осудят на воровала денег за чужой счет сидит жирует поганец и при этом убиваешь свое время на то чтобы на свои отвратительные комментарии под роликами Вячеслава Котлярова сейчас в ролик вступает уважаемый Анатолич Шляхов я передаю ему слово а потом вступаю снова я а потом дядя Толя а потом снова я в общем приятного просмотра вот такой я на шарнирах кстати на своих ресурсах абсолютно я сам наркотик заряжаю энергией все что меня окружает приятного просмотра значит смотрите что здравия желаю сегодня убивают весь живность на подворьях убивают все чтобы вы умирали с голоду значит никакой африканской чумы у свиней нет это вранье в россии нет африканской чумы она потому и называется африканская что она только в африке так вот значит что же делать они говорят что у вас африканская чума поэтому надо всех свиней убить значит что они сделали эти гады они сначала перепись провели провели перепись ваших всех свиней а теперь ходят и убивают поэтому никаких нико не в каких переписях не участвуйте никогда пока есть послед на этой планете ни в каких переписях не участвуйте никогда и теперь второе они же с законом привезли откажется от переписи что штраф пошлите их на хрен надоело уже вот значит смотрите что значит придут к вам убивать ваших домашних животных курей свиней всех будут убивать всех значит требуйте справку пусть они сделают значит анализы ваших домашних животных и дадут вам справку что они больны африканской чумой за их счет они скажут за ваш счет нет скажет у вас у нас есть ветеринарная служба которая проглядела это второе компенсируйте мне все потери все до без остатка причем потери компенсируйте по рыночной цене чтобы я мог тут же купить других а вообще завезите мне других тогда этих можете убить это по вашей вине по вине государства вы допустили африканскую чуму я африканскую чуму не допускал я я голосовал за ваше государство государство обещало меня по конституции охранять это вы ваша ветеринарная служба допустила такой ущерб что прорвалась африка значит а вы оплатите мне значит не стреляйте по серии а оплатите мне все требуйте в суд везде пишите бумаги вот потом прячьте всех прячьте всю свою живность перепрячьте вывозите в другие районы с по знакомым раздавайте в общем в общем всячески задача вас всех убить вас всех умолить голодной смерти запомнить это раз и навсегда и хватит с ними разговаривать вот никакой чумы нету это все вранье ни в каких переписях не вздумайте участвовать а вообще если они потребуют от вас переписи под страхом смерти или чего-то врите когда наврите три короба скажите что у меня 10 тысяч голов рогатого скота вот там вот там под землей у меня есть бункер нахер они скажут покажи покажу в другой раз сейчас я извините занят спешу перепись но выпить запишите вы запишите это не один бункер у меня еще за 10 километров два бункера еще еще и 20 километров налево там еще три бункера и еще еще один бункер вот как и типа просеки и направо вот там где-то вот там вот там уставочку вот еще один бункер в общем когда вас впереди перепись врите в триarlos Врните так, чтобы там всё завиралось, чтобы их листы все поскручивались нахер от этого вранья. Вот такую вы устроите перепись, если они требуют, штрафуют вас. Значит, устроите им такую перепись, чтобы они обосрались от переписи. Смотрите, они вам запрещают технологии, которые вырвут вас из их цепких лап. Они запрещают вам выращивать и что-то делать на своей собственной земле. Они вам всё запрещают, подводя всё, чтобы вы ничего не делали, только умерли с голоду. Вот к этому они всё ведут. И ведут всё это как бы по закону, понимаете? Они придумывают какую-то чуму, они уничтожают ваше сельское хозяйство, они уничтожают ваше местное. Они следят, чтобы у вас на окнах не росли никакие лучок, стручок какой-то, чтобы вы умерли голодной смертью. Они следят, чтобы вы ничего не сели, ничего не жали, ничего не ели, ничего не выращивали, ничего не изобретали, никаких проводов ничего не делали. Они за всем этим следят. Они хотят, чтобы вы только умирали, только умирали, только умирали. Всё, больше они ничего не хотят. Мировое правительство евреев тоже самое хотит, чтобы вы только умирали. Они всячески обкладывают вас какими-то законами, подзаконными актами, чтобы вы, лишая вас работы, чтобы вы только ничего не делали, а только умирали. Поэтому они запрещают технологии, запрещают рукоделие, запрещают какие-то кружки по изобретению, запрещают всякие детские кружки по развитию. Они все запрещают, они все запрещают. Они разрешают только умирать голодной смертью. Больше его вам не разрешают. здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове 7 часов 22 минуты 04 10 2016 года данный ролик будет абсолютно неформатный во всех ипостасиях вот чем он необычен впервые я обращаюсь к вам за советом прежде чем не дадите совет я вам расскажу историю которая произошла минут 10 20 назад редкий случай конечно чтобы ролик посвящается троллю но кто знает может не только троллю это полгода меня атакует комментариях даже не знаю как сказать подписчик до разных каналов мы все полгода он писал всякие гадости ну как троллям и положено ну писал и писал себе знаете ну я честно говоря ни одного комментария не удаляю был там один случай случайно удалил если это блокирует негативные комментарии и все равно выставляют нажимаю кнопку одобрить то есть у меня нет сложности так сказать с получением информации разного характера потому что бывают случаи когда появляются ролики благодаря негативным комментариям в данном случае да кстати тоже появляется ролик но немножко немножко в другом формате так вот это особо под ником лили доставал у меня полгода и все бы ничего если бы не он как говорится не посягнулся на самое дорогое да для многих людей мать родители это святое когда я в комментариях увидел что ночью мы поняли пишет здесь у меня уже заграла ретевое с этим предыдущих комментариях он часто сообщал не что я шарлатан вначале он говорил что вначале я ему понравился волна как он даже хотел помочь мне финансово ну когда он услышал что в роликах я якаю он передумал помогать это только присказка сказка впереди но учитывая то что я полгода читаю ник такой знаете быстро запоминающийся лили причем что уникально чтобы иногда бывало я заходил на сторонние каналы там где люди выкладывали ролики с моим участием да и вообще не обо мне упоминается он и засыпал ставим на тех это каналах так сказать гадостями обо мне информацию то есть как забегаю вперед человек сидит круглыми сутками дома за компьютером не работает надеюсь аферисты разного уровня это забегаю вперед вот ну знаете совокупность причин читая полгода негативные комментарии себе на разных каналах и на своем потом еще такая забавная мол я тебе помог помог бы ну ты начал якать и теперь я передумал помогать последняя капля которая переполнила чашу терпения это были мои родители про маму он писал ну и тогда я решил проявить свои экстрасенсорные способности и это редко делаю не важно как я это делаю чем экстрасенсорика проявляется не важно в чем главное достичь результата какой способ выбран не принципиален мне стало интересно кто это за человек и уверяю вас я через минуту уже узнал все о нем мужчину зовут михаил 34 года ему мальчик рос полноценной семье мама папа вот миша наш проживает на дальнем востоке городе уссурийский женат жену зовут лиля лиля беременная да они ждут ребенка вот это мне конечно я бы скажем так миши на расстояние были ща бы дал бы чтобы он со стула упал бы но когда я накопал благодаря своей сенсорике что они ждут ребенка решил оставить мишу в покое и миша знаете почему не работает а он у нас михаил учредитель трех компаний он много чего сколько людей обнищала благодаря миши мама дорогая вот миша очень материально обеспечен и хотел мне помочь но во во-первых он сказал что я хохол а хохлам он не любит помогать во-вторых почему-то миша боится как он вот чем он мне по секрету поделился он боится сотрудников фсб потому что у сотрудников фсб могут возникнуть очень много вопросов к михаилу который 34 года живет городе уссурийский является учредителем трех компаний учредителем компаний вы знаете советом я обращался с простым прав ли я что этот ролик записываю его записываю в сердцах вообще такие ролики надо писать через двое суток но уверяю вас у каждого человека есть своя келесова пята михаил 34 лет от роду проживающий городе уссурийский ударил прямо в нее скорее всего я не остановлюсь для меня родители это святое как и для любого человека вот поэтому если вы этот ролик услышите на ю тубе значит я не остыл я не знаю что добавить честно сейчас на эмоциях возможно я просто этот ролик снимаю чтобы не доброжелательным и злопыхателем продемонстрировать свои экстра способности вы определенные там люди органы там и кто там всех этих вопросах занимается вы прекрасно знаете то что я сейчас озвучу это не плотные фантазии это все очень легко проверяется вот то что я рассказал значит по порядку миша ударил плохие леса в пяту частности мама у меня сыграла ретевое я решил показать свои экстрасенсорные способности через минуту я уже знал все то что вы услышали ранее в ролике а теперь буду смотреть на лайки если будут лайки за этот ролик значит я правильно этот ролик выложил если будут дизлайки больше дизлайков чизлайков значит я допустил ошибку это на ваш суд дорогие уважаемые слушатели и зрители а с вами был вячеслав котляров возможно я прикреплю к ролику один из вариантом чем занимаются люди подобные миши чтобы вам стало понятно кто такой михаил который сидит не работает и учредитель трех компаний и возможно вы не сильно будете на меня огорчаться за то что я так расправляюсь строли на который полгода комментариях нервы трепал через полгода достал окончательно всего доброго спасибо до свидания готовлю новые ролики кто догадывается откуда у этого вируса ноги растут скорее всего что строительство членокомплексов на воду и сейчас планируется или начать строительство бардатском районе и где-то замешана наша региональная власть или их не дети для чего для строительства этих мясо свинокомплексов чтобы на у народа на подворьях не было никакой скотина чтобы все покупали в супермаркетах ели все продукты с гмо они натуральный продукт который выращенный дома заставляет просто вытягивают последние деньги у людей и так пенсии по 6 по 7 тысяч минимальные люди не знают как дальше жить как дальше жить местные жители до сих пор понять не могут причем здесь их то подворье и зачем всех под одну гребенку ведь это чага эпидемии они находятся аж 40 километрах подготовлены яма под утилизации на здоровых свиней здоровых свиней чтобы люди их кушали анализы не берутся ничего не делается никакой профилактический мероприятие не проводится полтора месяца как это все проходит происходит на 1 1 1 1 1 на нижегородчине сел с названием майдан много но сознание здешнего крестьянина название это никак не перекликаются с печально и всемирно известным для потомков казаков ходивших по ходу со стенкой разином майдан это всего лишь площадь к вечернему собранию сельского дома культура люди как на праздник собрались народ хоть всеми этими событиями и взбаламученный собрался не воевать а в который раз с наивной надежды затаенный а вдруг передумают если есть у вас тут люди разбирающиеся документы пожалуйста возьмите их изучите поглядите и убедитесь что мы и вчера и сегодня выполняем решение указ губернатора по вознесенскому району касаясь чрезвычайной ситуации по африканская чумена по ней вы знаете что обязательно производится отчуждение животных по словам главы администрации района владимира шмакова столь жесткие меры по поводу поголовного уничтожения это все насущная необходимость и что кто-кто а уж местные то власти точно тут ни при чем работа такая в течение года запрещается значит приобретение покупку вот этого животных все другие все другие животные крупно рогатый спот мелкие там будем говорить опция там гуси и прочее пожалуйста этим можно заниматься и я вас попросил прислушаться к тому о чем идет разговор любой саботаж любой саботаж он в данной в данной ситуации просто неуместен есть решение и мы обязаны все подчиниться мы обязаны все подчиниться подчиниться на выращивание поросят исторически сармайданский бизнес александр грачев животноводстве и не дилетант вовсе поросячью натуру с детства знает его дед выращивал отец держал братья не отставали ты сам он сюжет кормил семейство свинины только собственного хлеба и рассчитывал только на себя грачев ложился не то чтобы в экзотику закупив венгерских пуховых и вьетнамских веслобрюхих он свои немалые кредиты их породой хотел отбить трессоустойчивый и неприхотливый три года я их держу и не было ни одного случая что подержаться у меня чтобы одна свинья что-то там заболела или пала председатель ветнодзора нижегородской области евгений колобов на собрании в тот вечер увещевал просил требовал он тоже уверял что ничего личного работа такая в одиннадцатом году был ликвидирован очаг в деджинске и значит волгарском районе за ликвидацию этих офигов нижегородской области была присвоена золотая медаль за лучшие мероприятия проведенные в российской генерации по ликвидации частный предприниматель грачев собирал свое поголовье тщательно со всей россии с разных хозяйств чтобы не было однородной крови спаривания холил и лелеял распахал три гектара земли на всю зиму кормами запастись планировал а теперь и есть вроде как некому я сам покупал синоматок по 50 тысяч платил за них маленькие стоит от 10 до 15 тысяч по компенсации мне сказать получишь 95 рублей что ты боишься получишь компенсацию 95 рублей за килограмм маленький поросеночек что такое 95 рублей килограмм это пять килограмм поросенка это 250 рублей на 300 рублей на него получишь смешно на эти деньги что меня получил компенсацию на них хватит даже заплатить налоги власть на собрании держалась твердо но фактуре порой путалась народ то чиновники в этот вечер не то чтобы были не единость они говорили об одном и том же ну как будто на разных языках в прошлом году александр грачев решил участвовать в программе по развитию крестьянско-фермерских хозяйств грант он тогда не получил получил кто-то другой указатель народ упертый в этом году грант он выиграл грант что там все грамм миллион есть новые техники конечно это не купишь хотел бы купить землю еще так как в округе у нас все поля полностью заросли бурьяном ничего не пачка ничего не сеется ну вот власти не дают заняться вот это правильно власть хочет чтобы вы все спились и побыстрее умерли как один губернатор придурочный в Ленинграде сказал они мрут быстро потому что мы кладбище хорошее построили вы понимаете что творят ваши сраные губернаторы они все под одну гребенку говорят но они подобраны все под одну гребенку губернаторы-убийцы посмотрите на эти розы это губернаторы-убийцы они же ездят специально на курсы их западные специалисты обучают как вам впаривать что вам впаривать что говорить посмотрите на эти розы это одно лицо один негодяй понимаете вот даже баба выглядит как мужик смотрите ну вот убери это все мужик мужиком один вид у них это все человеконенавистники враги жизни жуткие садисты-убийцы-паразиты ну в общем я не знаю какие слова еще подобрать вот они их тренируют как вас убивать что вам при этом говорить они постоянно ездят на курсы повышения квалификации за границу их тренируют за границу ну такие дела так что здесь надо что перестало хватать и поэтому они перешли к смеху у этих козлов там спецдивизии ничего нету поэтому блин берите власть в свои руки ну придется партизан придется это сама а просто один кто-то должен это сделать а все его не видели не знают прячут и все неизвестная фамилия и все дела вот так потому что по другому не получится иначе вы все умрете голодной смертью они к этому ведут процесс никакой африканская африканская чума потому она называется африканская чума что она в Африке значит все что по закону требуйте во первых напишите везде обвините их ветеринарные службы в том что они не справятся с своими обязанностями их надо всех под суд отдать всю ветеринарную службу надо отдать под суд раз второе раз государство не выполнило свои обязательства государство вам должно все компенсировать по рыночной цене по такой цене по которой чтобы вам было чтобы это не было обманом понимаете это все надо везде писать все что официально можно сделать надо быстро сделать официально требовать прежде чем они будут убивать ваших свиней надо требовать чтобы они лично и каждую эту свинку проверили на вшивость есть ли у них зараза или нет потому что я сто процентов говорю нет у них никакой заразы здесь они специально все убивают чтобы потом голодом вас заморить вот такие дела потом значит свиней прячьте все прячьте вывезите к родственникам в другое место пока это все потом они знаете что здесь делали они сначала провели перепись переписали всех свиней где у кого сколько а потом начали сжигать представляете какие гады так вот ни в каких переписях никогда не участвуйте а если у вас начали штраф они начали придумали штраф за отказ переписи значит тогда наври в три короба так наври чтобы у них листы обвалились нахер никакой переписи никогда никогда никаких выборов никаких переписей вы с кем играете в лазартные игры ну а теперь давайте Вячеслав Котляров прокомментирует знаете для чего журналисты существуют во всем мире не для того чтобы обратить внимание на ту или иную проблему как вот в данном случае а для того чтобы вызвать у народа волнение этот ролик он существует для того чтобы поднять разум возмущенный кипит наш разум возмущенный и в светлый бой идти готов да вот есть ролики немножко другого плана знаете как вот как вот был фитиль в советском союзе и вот сейчас есть фитильки это пар чтобы выпустить то есть журналисты приехали все работает все крутится все под контролем я вам больше скажу любой блогер политический блогер который занимается политикой это преступник он думает что он помогает освещает проблемы а на самом деле он помогает мировому правительству расшатывать гнилой зуб вы думаете почему их не убирают этих блогеров которые там матерят там всяких этих власти там которые показывают там проблемы что вот так происходит да потому что они в одной связке и очень грустно что к сожалению я отчасти попадаю в эту обойму но с той разницей лишь что я про это хотя бы говорю но при этом я оповещаю почему не трогают многих журналистов а даже наоборот чтобы привлечь внимание какому блогеру темные его посадят в начале тюрьму а потом выпустят и появляются просмотры не знали никакого там какого-нибудь такого и вдруг и вдруг у него просмотры да не так надо если вы друзья братья блогеры хотите реально помогать то вы да дилемма кстати а чтобы реально помогать это ж нужно мозги иметь а как а как блогеры помогут если у них мозгов где-то это нужны мозги я хотел дать совет но я потом осёкся понял что чтобы помогать нужны мозги поэтому вот эти все блогеры шмогеры которые рассказывают о проблемах вот допустим Анатолий Анатолий Шляхов уважаемый я удивлен и правда человек два года такие страшные вещи на своем канале рассказывает и нормальды так и будет он рассказывать все кто вот это рассказывает там вот эти жути мути которые показаны проблемы это все на руку на мировом правительстве чтобы вызвать бунты а надо действовать в моем понимании по-другому для этого нужны мозги а у блогеров нет мозгов вот любому блогеру сейчас подойди и скажи чтобы спасать ситуацию в которой мы находимся надо оповещать людям что наша земля миллиарды раз больше что это не фантастика а реально так есть что за антарктическим кругом новые земли и что блогер скажет мы знаем что он скажет отсюда вывод значит блогер преступник значит он работает на мировое правительство да еще раз повторюсь к сожалению вот у меня немножко та же обойма чуть-чуть но разница лишь в том что я единственный который про это говорит единственный в своем роде который рассматривает вопросы со всех ракурсов головой не говорит белое и черное бьет по всем фронтам моментально найдите хоть одного блогера мне покажите чтобы он окажет да я знаю земля нашего миллиарда раз больше кто не any так у Rig tard част ну вообще она не шарообразная она знаете как больше кто есть плоскоголовые а есть круглоглую а вообще наша планеты она больше она знаете как форме груш и перевернута формы 我要 Вот, скажем так Или гроздья виноградной Ну или в форме сердца Ну вот так вот выглядит Она, конечно, наша гигантская огромная планета Не шарообразная Имеет, конечно, на сердце посмотрите Да, оно явно не плоское Оно явно не круглое Но оно сотовое И с закругляемыми местами Поэтому все вот это Журналисты, блогеры Которые там рассказывают, что вот Смотрите, проблема, здесь людей выгоняют Там злые законы издают И это все на пользу Мировому правительству Почему я сказал гнилый зуб? Потому что народ настолько На духовном плане прогнил И на интеллектуальном, что ему можно Сейчас любую фигню впаривать Которую, ну просто будет Это проглатывать Ну то же самое телевидение, ну смотрят же люди И этот идиотизм Вот так и воно житя Маля там Шокуется, шокуется Ай-яй-яй-яй-яй У фермера Грачева кошки скребут на душе В этих краях, не столь отдаленных от знаменитых мордовских тюрем Даже ребенок знает Простую и банальную истину Про то, что никогда Не верь, не бойся, не проси И Грачев знает Но каждый раз попадается Верит И даже вот попросил На дело, конечно У меня кредит брал На развитие На это самое Мне надо платить кредит Я полностью банкрот Выхожу И как мне выходит С этой ситуации Я не знаю Сегодня я звонил В Москву В Зуроведнадзор Ко мне пришли Товарищи сегодня Изымать Моих Мои сельноводства Я попросил документы Элементарные Дайте мне документы Они да-да Дают мне филиппину грамм Ни подписи, ничего А без шансов Подписи нет Говорю, я тебе сейчас распишусь Я говорю, без шансов Нет Местные жители Елена Свиней не держат Животных у нее Вообще нет Но тут, что называется Накипело За соседей Будущее И державу обидно Свои люди стоят в покое Почему это Которые дома Свои люди А? Подожди Свои приказы От Шанцева Зять у нас Шанцеву Свою Шанцеву Жить надо А людям не надо Никому Поэтому Все уничтожили Все заросло И что творится Такое безобразие И что за барзак такой Работать негде Совсем Люди уничтожают Все крестьянство уничтожают А? Не, не надо Группы не насут тебе Все Кто-то Игры в лес Грибок Стор не пустят Отступили лес Все Он не нас Искупаться в речку Не пустят Дожили Врач Революцию надо Анатолий Корнилов Даже время спустя Не может Внять свой гнев От спецоперации Он пытается быть Над этой схваткой Но ничего не выходит Все, говорит, Шито Слишком грубыми И слишком белыми Нитками По закону Утилизаторы животных Должны работать В спецодежде А не в обычной Повседневной Это означает Что к эпидемии Либо относятся Спустя рукава Либо ее вовсе Нет Указ губернатора Может отменить Только сам губернатор У меня частная собственность Он не имеет права Вы сами себе противовес Касаясь частной собственности Сегодня на территории Вознесенского района Введен режим Чрезвычайной ситуации Введен режим Чрезвычайной ситуации Чрезвычайной ситуации Чрезвычайной ситуации Я просто не знаю эту тупиковую ситуацию. Я не знаю, как это самое. Если это вед службы есть, они должны работать там. Зачем их насоздавать? Зачем мне допустили этой такой патовой ситуации? Они должны были там предложить. Хотя все вед обработки я делаю, у меня есть акты все. Нашей съемочной группе так и не удалось получить комментарии от официальных властей. Эфтаназию свиней проводили как будто украдкой. Когда мы подъезжали, стоял только грузовик и мертвые в нем. Людей не было. Братскую могилу для утилизации животных, что строили с утра в двухстах метрах от реки Сарма, жители все-таки ликвидировали. Яму засыпали. Но той же ночью нам позвонили и рассказали, что зараженных поросят жгут на самые обыкновенные свалки. До 1 октября практически во всех частных подворьях Нижегородской области поросята должны замолчать. По словам раздосадованных фермеров, эту огромнейшую свинью подложила им в том числе и сельскохозяйственная перепись, проводимая этим летом по всей территории России. Утилизаторы и полицейские приходили уже со списками, и в них значилось, сколько и у кого. Поняли, что такое перепись? По всей территории России. Поросята должны замолчать. По словам раздосадованных фермеров, эту огромнейшую свинью подложила им в том числе и сельскохозяйственная перепись, проводимая этим летом по всей территории России. Утилизаторы и полицейские приходили уже со списками, и в них значилось, сколько и у кого. Поняли, что такое перепись? Ни в каких переписях никогда не участвуете. А если вас заставляют, варите в три короба. Я не пойму. Прекратите сотрудничать с властью. До свидания.